Всем привет! С вами Татьяна Антоненкова на канале Оркадели и Маркетплейсах. И сегодня это видеовлог. Никакой экспертности не будет. Это просто мой рабочий день. То есть сегодня пришла, сегодня 3 мая. Я пришла и решила записать что-нибудь для вас. Эфир я пока что не провожу, но мне некогда. Я все-таки хочу отправить отгрузку на склад. В какой-то 3 месяце я про это говорю, что хочу ее отправить. Эфир пока не проводила, но у меня желание возникло с вами как-то поговорить, поделиться. Плюс я где-то на той неделе или позапрошлой снимала, как я на дачу ездила, какие волосы красила. И если у меня это видео нормально снялось на телефон, это видео я тоже снимаю просто на телефон. И если все нормально снялось, я его приложу к этому видео. Ну, пусть будет. Возможно, вам будет интересно. Кому не интересно, тот выключит. А еще я сегодня снимаю с микрофоном, таким, ну, как я на телефон снимаю с микрофоном. Я надеюсь, звук будет нормальный. Если звук не нормальный, я там, ну, в следующий раз буду просто с телефона снимать. Для чего я купила петличку, я сейчас покажу. Это не реклама этой фирмы, это Китай, не реклама никакая. Просто вот петличка с, ну, с коннектором, который в телефоне сейчас у меня. Я ее взяла для того, чтобы на даче снимать, потому что на даче ветер, и я как-то вот хотела тоже снять на даче, но, ну, как бы ветер за счет того, что, ну, как природа, да, понимаете, не слышно вообще ничего. И я решила взять вот петличку, но, возможно, с ней будет не очень. Главное еще, чтобы она мне не села пока работать. Я сейчас не знаю, что видео закончится. Еще раз скажу, это влог. Если вы ждете какой-то суперэкспертности, здесь не будет, но я покажу, чем я сегодня занимаюсь. У меня сегодня такие планы грандиозные, не знаю, как это все успеть. На дачу мы не поехали, кстати, рассказываю. Я же говорила, что мы с первого числа хотим уехать на дачу. Уехали мы. В общем, там мерзко, там 3 градуса на улице. 3 градуса тепла. Ладно, не холодно. Очень холодно, и у нас дожди идут. Вчера были дожди, вот сегодня по суше еще более-менее. Я в окошко смотрю. И очень холодно. А что делать на даче в такой холд? Мы как бы специально не сажаем. У нас там грядок нет, которых нужно посадить обязательно. Клубнику мне нужно только прокопать. Ну вот, за что я переживаю, это клубника, все остальное. У меня ничего не посажено, не сажаю я. И холодно, и дом у нас холодный. У нас железный дом, и у нас нет там теплых полов, или еще чего-то, обычная дача. Я показывала. Кто не смотрел, у меня есть видео про дачу, можете посмотреть. Я в описании, я подсказку где-нибудь добавлю, в описании ссылка будет. А, кстати, про теплые полы. Я увидела такую штуку, что есть переносной теплый пол под ковер, и он в розетку включается. Ну, типа говоря, какой-то, знаете, как грелка на пол. Посмотрели мы на маркетплейсах, есть там за две, за три тысячи. Мы хотим купить и положить, ну вот в нашей комнате, в зале, ну в нашей единственной комнате, по центру положить, где у нас ребенок играет. Потому что у нас сейчас там лежит, ну у нас пол, потом у нас изолон, ковер, линолеум, ковер и еще один ковер. Четыре, четыре слоя, и у нас холодный пол. А ребенок у меня два годика, и он на полу. И даже мы туда такой полипропиленовый, что ли, да, считается. Такой резиновый коврик детский большой у меня из дома. Я его из дома привожу на дачу, и все равно холодно. Я говорю, ну, может, когда вчера, вчера говорю, помню я, что есть вот такие грелки для пола. Давай, говорю, может, если он недорогой, ну, купим, чтобы у нас ребенок на полу на холодном-то не сидел. Потому что, ну, в такую погоду, ну, даже не в такую, я где-то плюс 10-15, пол холодный. Мы-то с нами не сидим, ой, микрофон. Мы-то с нами на полу не сидим, а дети-то на полу играются. И я вот думаю, что куплю. Если я куплю, я вам расскажу, что я купила, покажу. Вот, в общем, вот микрофон я купила. Надеюсь, звук хороший. Про стабилизатор я уже показываю. Вот я сейчас снимаю стабилизатор, но он, в принципе, стоит. Что вообще хотела я вам показать? Возможно, в этом видео будут какие-то, ну, как сказать вам, ляпы, пробелы. Это просто мой день. Без какого-то монтажа и так далее. Вот кофе пью. Молоко закончилось. Точнее, оно не закончилось. Оно жарко же было. Мы же в футболках уже ходили. Не знаю, как у вас, кстати, погода, напишите. У нас в апреле мы ходили в футболках. Я на даче ездила, в футболке там ходила. И здесь уже люди в шортах ходили по городу. А вот я сейчас сижу в толстовке на работе. У меня тут термобельё. У меня штаны с начёсом. Я бы показала, но... Вот. Очень тёплые жизни штаны с начёсом. И колготки. И вот такие шестыные. И я мёрзла. Батареи-то отключили. А тут комната же маленькая, ещё и не жилая. У нас и в квартире холодно. Тоже очень холодно. И вот. Почему это? Ну, потому что я вот как этот одета. На север. А была жара. Вот у вас как? Может, я буду... Я же привыкла с вами разговаривать на прямых эфирах. Но я думаю, если я сейчас включу прямой эфир, я вообще сегодня ничего не сделаю. А у меня в планах сегодня... Вот я сейчас вам распаковку покажу. На пятой минуте я решила рассказать, зачем вы это видео смотрите, да? Распаковку. Я вам покажу кое-что. Мне пришло смола. Потом я хочу сделать эксперимент со смолой. Патри Арт. Но я это отдельное видео буду снимать. Я просто вам расскажу, что я хочу сделать. В общем, Патри Арт я буду делать. Может быть, на штате я ставлю телефон так фоном. Ну, для влога. Надо приучить себя вообще снимать. Я забываю. Вчера уже у меня... Я вчера делала три упаковки, на склад справляла. И думаю, блин, надо было хотя бы фоном поставить телефон, но чтобы для людей процесс. Поэтому вот сегодня у меня... Давайте сразу... Нет, давайте сейчас я дорасскажу, что будет. И потом буду телефон ворочать. Я сегодня еще вот буду упаковкой заниматься. Возможно, что-то вам в кадр попадется. Я не знаю, как я буду это видео. Я говорю, первый раз такое. Вместо прямого эфира я решила снять просто влог. Сейчас вот распаковка. Упаковка. И я забрала от мамы остатки фурнитуры. Я рассказывала, мы решили с ней просто наделать браслетов из того, что есть. Они мне так еще не продаются вообще. А нет, одна продажа была одного браслета за 240 рублей. Но это очень дешево. Я на них не зарабатываю. Я продаю бусины, которые мне не нужны. Ну и сейчас у Азона 13% ставка, поэтому мне как бы нормально. Там что-то капнет. Там нет минус. Там сколько-то рублей мне упадет. Все нормально. В минус я не продаю. И вот я забрала фурнитуру. Сейчас тоже вам покажу. Я ее сама, точнее, хочу посмотреть. И поэтому я ее вам покажу. И что еще? По-моему... Не знаю. Посмотрю в процессе, что еще будет. И вот в конце я добавлю, если видео у меня сохранилось на телефоне, я добавлю, как я на дачу ездила, я вас говорила. И вот там я волосы красила, снимала. Я вообще хочу потаще снимать влог и как-то его нарезать. Но пока что я постоянно думала о своей гребаной упаковке. Когда я уже сюда отправлю, я не знаю. И у меня вот мысли всегда туда уходят. А еще я всегда заказала 40 молдов. Я продаю молды, кто не знает. Ссылка у меня есть в описании. Это мои бушные молды. Где-то я прям... Я вообще не в камеру смотрю, да, опять? Я опять смотрю не в камеру. Может, я так буду смотреть в камеру? Так. Не в камеру, короче. Я смотрю, не обращайте внимания. Я на себя смотрю. Я, получается, заказала... Продаю свои молды штучные. Они один раз залиты, два раза залиты. Я не знаю. Ну, по-разному. Они не убиты. И я заказываю оптом. То есть я вчера заказала 40 молдов одного вида. Один. То есть у меня такой план, что я буду... Вот у меня там стеллаж. Вот стеллаж, да? И вот стеллаж, где у меня сейчас какое-то там барахло лежит. У меня в планах, что я сразу эти 40 молдов положу. Я хотела 50, но у меня... Так вот, что у меня вышло 40 молдов и 4 шнура по 70 метров. Ну, как же матки шнуры для подвесок будущих. У меня вышло на весе тысяч уже. И я хотела 50 молдов. Но там молд стоит 200 рублей. И как бы мне не хватило уже. Я и так-то, ну, как всегда в долг залезла. Ну, у себя же. У себя же в долг другие дела. И, получается, на Алике я брала. Там дешевле. В общем, заказала 40 молдов. И я вот хочу, например, разложить, да, молды. Это подвески. Я их как бы скрывать не буду, потому что это стандартная форма подвесок. Все зависит от вашего дальше, от вашей, ну, фантазии, да, что вы будете с ними делать. И, допустим, я буду заливать в один день, ну, или все молды, ну, все там 10 ячейок. Или все ячейки, или какие-то ячейки. И у меня за раз выйдет 40 украшений. И за раз вот у меня будет 40 одинаковых. Проблема вот, я же рассказываю каждый раз. И опять я в дебрюшу. Ну, ладно, рассказываю. Каждый раз рассказываю, что так, как я продаю на маркетплейсах, мне нужны одинаковые украшения. И даже если у меня 2-3 молда, допустим, я за раз получаю 2-3 только украшения. И, конечно же, с одной стороны, можно просто каждый день приходить на работу и заливать опять 2-3 молда. Но это нужно развести одинаково смолу. Это тяжело. Даже блестки тяжело одинаково развести. У них разная консистенция получается. Разный оттенок получается. А цвет так вообще молчу. И это каждый день нужно эти 2-3 молда заливать. Но это не то, чтобы даже мне лень, и я не хочу. Хотя это так. А тут вопрос во времени. Одно дело, вы стакан смолы красной, не знаю, размешали, да, и вы залили сразу много-много красных подвесок, к примеру. Другое дело, вы каждый день размешиваете по чуть-чуть вот этой красной смолы. Вы же каждый раз по 10 минут эту смолу мешаете. Кто вот смоленец, понимаете, да, о чём я. Это долго, быстрее, за день залить, там, не знаю, 40-50 подвесок. И я сначала вообще, изначально думала заказать эти контуры. Дём сейчас. Ну, вы поняли. Ну, контуры, в которые заливается смола. Я сейчас найду, покажу. Но вот начиная считать, каждый контур стоит, начиная, 20 рублей. Один контур, только железочка, пластмасска, либо железка. 20 рублей только контур. Просто туда ещё смола. Да, её не надо обрабатывать, но 20 рублей. Для маркепейса, для цены, цены подвески за 400 рублей, это большие деньги, 20 рублей. Я показываю каждого, что я получаю, там, 50 рублей с подвески за 300 с чем-то. Такая ситуация. Я осознанно это делаю. Никого не заставляю, никого не говорю, что так надо делать. А если вы просто в молдах заливаете, ну, что там расход? 5 рублей за смолу и рубль за краситель. Ну, если там нет блёстки, ну, если цветы подороже, да, но это наполнитель. И получается, что выгоднее в молдах всё-таки работать. Просто нужно подобрать такие молды, которые требуют меньше, как вам сказать, обработки. Я отказалась от молдов-кристаллов, например. Там от разных таких молдов я отказалась. От молдов, где, получается, неровный край я отказалась. Ну, потому что у меня массово. Если вы делаете одну подвеску, конечно, вам не трудно её там как-то обработать. Вот я отказалась. Ну, в общем, вот, я опять, видимо, я давно с вами не разговаривала. Вы, если что, мне отвечаете в комментариях, пишите, пожалуйста. Представляю, что это прямой эфир, и вы, пожалуйста, мне отвечаете. Пожалуйста, пожалуйста. Потому что если вы не будете отвечать, я не буду ничего снимать. Но я же подумаю, что вам неинтересно. У меня и так, я же каждый раз говорю, что, блин, у меня на канале и маркетплейсы, и рукоделие, ещё и влог. И думаю, может быть, ему неинтересна моя булавня. Вот. Поэтому сейчас я... Видео будет очень длинным. Ну, наверное, не пять часов, наверное. Но я не знаю. Посмотрим, как будет. Будет длинное видео, если что. Готовьтесь. И по качеству. Я снимаю на телефон, и 4К я снимать не могу. Точнее, я могу, но у меня перегреется телефон через полчаса. У меня Xiaomi. И он у меня на 4К перегревается. Это формат такой, 4К видео, да, чтобы хорошо видно было простыми словами. В общем, он у меня перегревается. И через буквально полчаса он отключится. И поэтому я включила на Full HD. Это обычное качество. И будет не очень, возможно, хорошо, ну, как бы сказать, среднее. Напишите, кстати, как качество видео. Если уж совсем как бы некомфортно вам так смотреть, я буду снимать 4К, но просто придется как-то выключать телефон. Он будет остывать. Он перегревается, короче. Это вот моя Xiaomi. У меня 12T Lite, что ли, за 30 тысяч. Ну, это простой телефон. У меня недорогая Xiaomi, не флагман. Простая Xiaomi. И, в общем, у меня перегревается. Такая ситуация. Айфон я так и не купила. Я выбирала, выбирала. В итоге я купила фотоаппарат. Камеру. Вот эту. Которая тут висит. У меня Canon 250D. Я выбирала между фотоаппаратом с съемкой 4К и телефоном. И все-таки я взяла фотоаппарат, потому что я вот сейчас, я жду, конечно, когда потеплеет. Я пойду на дачу, я буду снимать для фотостока фотографии. У меня вот сейчас сезон, и меня покупают, как мама там, я снимала в том году. Блин, если не найду фотографии, добавлю. Если не найду, ну, не добавлю. Как мама огород поливала, просто из шланга поливает. Я снимала, как я деревья подрезаю. И у меня иногда эти фотографии покупают. Редко, но покупают. И я хочу взять фотоаппарат. И пока сезон, пока мама будет рассаду сажать, я буду за ней ходить и фотографировать. Папарацци. Поэтому я купила не айфон, а купила фотоаппарат. Потому что вот у меня такие. Если вам нужно только, допустим, кому-то вести влог, блог, там что-то, что-то вы ведете, конечно, вам можно купить просто телефон. Никакой фотоаппарат вам нужен. Потому что фотоаппарат с функцией 4К, видеосъемки, он будет гораздо дороже, чем просто фотоаппарат. Ну, допустим. Вот я купила за 58 булочку старенькую. И то, ну, такой. Можно купить, в принципе, был айфон какой-нибудь. Если его для влога просто вам нужно. Так, что, поболтали и хватит, да? В общем, заказала я вот такую хорабенцию. Это смола для моего эксперимента. И алкогольные чернила другие. Сейчас скажу, почему. Почему так я это все заказала? Давно хочу сделать эксперимент с Петри Арт. Прям вообще давно. Буду показывать просто на камеру. Вот эта смола, кто это? Артлайн Креатив. Я говорила, что я в свое время пользуюсь Артлайн, потому что у них 60 минут можно работать. Ну, и она мне нравится, и потому что 60 минут можно работать. Вы видели, что я стаканами огромными замешиваю для меня. Это прям вообще выход из ситуации очень хороший. В общем, вот такая смола универсальная. И там тоже вторая партия я заказываю. Мне понравилось, что знаете, чем? Я пепельницы, ну, вот высокие вот такие пепельницы, залила, вот, допустим, вчера, и сегодня они готовы. Я другой смолой, например, заливала артефактом тем же самым. Они на следующий день не готовы. Приделы, вот я не помню, если честно, готовы были или нет, но приделы, чем быстро густеет. Быстро густеет ювелирка. Я с ювелирки, в общем, ушла. Я ушла на универсальный Артлайн. Мне нравится. Вы смотрите как бы сами. В общем, я ее заказала. Но суть-то была даже не в этом заказе. Ну, не только в этом. Я взяла, ну, не на пробу, а ради эксперимента. Три вида смолы. Это тоже Артлайн Креатив. Для чего взяла? Я хочу сделать эксперимент в технике Петри Артлайн на разной смоле. Очень давно хочу, уже почти год хочу это сделать. Получается, я возьму. Тут, смотрите, это хани, мед. Это густая смола, да, густая. Плюс универсальная. Такая же, как, ну, вот у меня, моя универсальная. И для ювелирных работ это средняя. Получается, я взяла жидкую, среднюю и густую смолу. Совсем густую. У меня просто густой нет, я ее не пользуюсь. Я хочу взять, вот сегодня я буду снимать, выйдет оно, наверное, попозже, да, это видео про то, как я это делаю. Получается, я возьму одинаковые молды. У меня есть кабошоные и вот просто формы, одинаковые прям. И одинаково залью Петри Арт там на кабошонах, в жидкой смоле, на кабошонах в средней смоле, на кабошонах в густой смоле. И посмотрю, какой будет результат. Мне самой очень, как бы, интересно. Для этих же целей я бы купила эти красители, они у меня уже есть. Это тоже у этой же фирмы, это все в одном магазине я купила. Артлайн, получается, этот Креатив. Почему я их купила? Они, у меня есть набор уже обычный, китайский, да, этих красителей, чернила, алкогольная, правильно, если сказать. Сейчас я вам их покажу. Они вот эти ярче, я уже делала с ними, они ярче. Я их использовала как простые красители, смотрите. Это вот какой лаймовый, да, получается, написано вроде. Это зеленый и красный. А у меня есть еще. Сейчас вам покажу. В общем, вот такие еще у меня есть цвета, и они прям яркие. Вот оранжевые, оно вообще выглядело, ну, прям яркие. А те алкогольные чернила, которые у меня есть, они китайские обычные. Они не настолько насыщенные. И вот эти, они прям прозрачные, ну, как бы сказать вам, прозрачные, алкогольные, яркие чернила. И вот у меня, получается, их будет много, но белые я не заказала, белые будут у меня другой фирмой. Надо его найти. И, в общем, получается, я возьму молд, я возьму много вот таких чернил. Я посмотрю, вот цвета подберу по сочетанию, какие. Ну, блин, мне нравятся. Я вот из них делала, из вот этого тоже класса. Я раньше ими пользовалась. И я ими пользовалась, кстати, не как алкогольные чернила, я просто красила ими смолу. И получается такая прозрачная, яркая смола. Но так как я все отправила на склад, у меня нет готовых изделий, я вам показать не могу. Да, а выготовки я выкинула, которые мне были не нужны. В общем, увидите. Наверное, на следующей неделе у меня уже это видео выйдет, я надеюсь. Поэтому вот этой смолой я просто буду пользоваться, а вот это для эксперимента. Для эксперимента я взяла. Я даже не буду ее убрать обратно в коробку, а смыслом, я ее буду сегодня использовать. А это пойдет у меня просто в шкафчик. Как у меня вот эта смолы. Как раз-таки будет, чем залить мои сорок. Не буду. Потому что у меня канистры подзакончились уже. У меня осталась канистра для глубокой... Какая-то для глубокой, господи. Для объемной. Для объемной заливки у меня осталась еще канистра. Я буду пепельницей воды заливать объемной. А именно для маленькой у меня закончилось очень. И мне пришлось... Ну, надо было закупить. Ну, еще тут мне стаканчики в подарок положили. Спасибо. Еще ложечки там есть, кстати. Я не смотрела. Еще есть ложечки. Ложечки тут положили. Что тут? Они еще курс бесплатный предлагают. Я его уже проходила. Я уже покупала эту смолу. Я этот курс уже проходила. Он бесплатный. Вы прям по QR-коду берете. У них каждый смоле вот этот... Где вы даже на аркепейсе покупаете, без разницы, или на их сайте покупаете. Неважно, где вы купите. Есть у них QR-код. И я проходила уже это обучение еще в прошлом году. Оно бесплатное. Там видеоуроки есть. Тут есть инструкция. Что тут еще есть? А, тут инструкция цветная. То же самое. И еще раз инструкция. А, я поняла. Каждой банке шла инструкция. И поэтому, я думаю, для особо одаренных... Нет, просто каждой банке шла инструкция. А у меня же банок четыре. Ну, комплект-то четыре. И мне поэтому положили столько инструкций. Все, я поняла. Я думаю, зачем мне четыре инструкции? Ну, вот. Четыре инструкции мне положили. Спасибо им за это. Инструкция нормальная. Я их уже знаю. А так, если вы первый раз берете, хорошие инструкции почитайте. Я уже научила. У меня уже эти инструкции давно в голове есть. Что не надо мешать стаканами. И так далее. А вот поначалу, да, я читала тоже все эти инструкции. Я вам показала эту всю красоту. Надо эту фотографию еще вот такую сделать. У меня хороший стрессик. Не знаю почему. Наверное, потому что я таблетку от головы выпила. И у меня голова зубрит. Ой. Так, сейчас я уберу. Уберу, уберу, уберу. Все на место. И так, почему я с такого ракурса? Я хочу, чтобы вам стол было видно немножечко. Все даже. Меня, короче, режет. Но я хотела, чтобы вам было стол видно. Ой. Сейчас я вот так сделаю. Вот. Меня там, видите? Я купила. Это третья уже упаковка пупырки. Она вот такая. 500 рублей стоит. Я покупаю в УПАК РФ. Интересно, у меня микрофон работает? Микрофон работает. Не видно мне, потому что. А в УПАК РФ покупаю. И сначала я заказывала, в общем, Яндексе. Но я за коробками заезжаю в УПАК РФ. Это магазин у нас в городе. Он федералка. Все равно сеть. И я, в общем, начала этот. Чего? У нас брать. В общем, вот. Вчера купила новый. И не хватает. Я забрала у мамы остаток бусин. Сейчас хочу посмотреть, что там. Давайте я нам все-таки камеру подвину. Ага. Так. Простые бусины, да? Ой, железные, да. Заустать. Вот железные я вообще никуда не использовала. Они же такие тяжеленькие. Вот, смотрите. Давайте покажу уж, раз я взялась. Ну, вот белые всякие остались. Что-то еще интересного. Ой, вот железники красивые. Тоже мне понравились такие бусины. На Алике брала. Если кому-то вдруг нужна будет ссылка на какие-то бусины, напишите. Это все, по-моему, практически все Алиэкспресс. Они вот такие с этими прожилочками. Ну, я видела, кстати, из них браслеты делают. Я... Что я здесь делала? Я сережки из них сначала делала. А потом вот всякие браслетики мы делали. Еще я покупала... Ну, не на развес уж. Но, получается, вот такие цветные жемчужины всех размеров. И у меня были пакеты, но я их уже использовала. Вот видите, они... Всех размеров у меня были помного. Вот такие вот они. Тоже Алиэкспресс. И я брала вот розовые, синие. Поэтому у меня куча... Какой-то цветновый жемчуг. Ну, это искусственный тип. Жемчуг уж. Ну, просто бусинки. Ой, белый еще остался. А вот белый мне пригодится. Ну, это пластик. Это искусственный жемчуг пластик. А вот эта красота, так что-то я до конца не использовала. Это стекло. Они раньше у меня в... В этом были? Только там ящички. Но я вот когда к маме носила, я переложила в пакеты все. Поэтому, может, сейчас не так красиво. Смотрите, вот такое стекло. И у них, получается, они как капельки. Они очень красивые. Что-то я с ними делала, но осталось у меня. Надо что-то придумать. Надо что-то с ними придумать, короче. Со всеми. Так, что-то тут все белые, прозрачные. А, и вот такие вот нежные, пастельные еще вот я брала сначала. Это я, когда грузинки хотела делать, я брала вот такие пастельные. Их тоже у меня было очень много. А сейчас они у меня в виде браслетов. Так, тут понятно. Тут остатки гусина. Видите, вот остатки гусина остались, ни туда, ни сюда. Их только если действительно опять какие-то сборные браслеты делать. Потому что их мало. Ну, небольшое количество. Ладно, давайте другой пакет посмотрим. А почему я забрала? Потому что мама на даче сейчас уезжает уже сезон. И она мне помогать не сможет. И я поэтому все забрала. А, вот серые. Мне тоже нравятся, но проблема в том, что их очень мало. Тут, наверное... Сейчас покажу, как они. Тут, наверное, сделается один браслет только. Видите, они такие? Это жемчуг. Ну, я буду называть это жемчуг, но понятно, что это с Кутиной. Вот они серые. Их прямо у меня по одному пакетику. И, наверное, придется сделать какой-то один браслет. И что? Ну, ничего больше из них не получится. Опять вот белые. А, что тут у нас? А, вот такие. Вот этих у меня много, но что-то как-то... Тоже я их не приспособила. Я делала один из браслета, и его не покупали. Вот такие они. А, тут розцы. Тут зачем-то мама в один пакет сложила. Вот эти, смотрите, они. То есть вот это железочки, железные такие. А это просто, ну, бусины. Сюда мама их в один пакет сложила. Наверное, она хотела сделать себе браслет. Ну, надо будет вот тогда сделать браслет из них. Потому что я не знаю, куда я все их подаю. Сережки из бусинц, это у меня тоже за дело не покупают. Вот эти, это тоже железные бусины. Они мне очень нравятся. Но с ними, конечно, что отработать, у них маленькое отверстие. И они при транспортировке могут сломаться. Их надо хорошо упаковывать. А, ну вот они. Я из них делала ошельники. Бусины, возьми, я уже говорю, они прям очень маленькие отверстия. Тяжеловато с ними. Вот они. Вот такие вот. Надо будет доделать, наверное, пару ошельников. Просто их продать. И все желтые. То есть, опять белые. Но у меня белых очень много. Я много что делала с белыми бусинами. А, вот тут декор. Смотрите. А, тут декор. По сути, это соединители. Но здесь бусинки есть. И это соединители для браслетов, либо для чего-то еще. Давайте покажу. Будем считать, что это распаковка. А, вот такая красота. Вот такая красота. Смотрите, это стекло. Смотрите, как красиво. Прям-прям-прям, красота. Да? Очень красиво. Надеюсь, надеюсь, его видно. Просто мне... И можно, конечно, что-то камеру попробовать сделать. Ну, вот, я перевернула камеру. Не знаю, насколько вам будет так лучше видно, но попробую. Может быть, так вам будет лучше видно просто. Так, давайте еще раз показываю. Вот такие. Я думала, я здесь сделала браслет, но они, блин, такие дорогие. Там эти бусины рублей 6 или 8 одна стоит. Я думаю, что если у них сережки какие-то сделать, они такие красивые. Ты же делаешь один браслет, но я же его не продам за 600 рублей, они покупают. Я думаю, может, какие-то сережки сделаю с пинами. Действительно, очень красивые бусины. И вот из этого же числа, из этого же стекла, я уже сказала, вот такие. Я тоже делала браслет. Они прям в носико переливаются, очень красивые. С пластиком, конечно, не сравнится, но они подороже. Сразу есть разница в цене, конечно, у них. И вес, они тяжелые. Ой, упали. И вот, вообще, мне очень нравятся прям. Они, получается, ну, как бы двухсторонние. С одной стороны, они прозрачные, а с другой стороны, они вот, ну, серебрянькие. И за счет того... Слышали, как и звук? И очень красиво. И надо подумать, какие сделать мне из них сережки. У меня очень много пинов. И просто как висюльки какие-нибудь надо будет приспособить. Так, эту красоту показала. Пакетик. Я завезу, чтобы... Ну, просто раньше, когда я говорила, это все в контейнере лежало, оно, ну, поаккуратнее было. Хотя вот сейчас можно было... Ну, ладно. Хотя можно было в контейнер сразу обратно класть. Что вот это? Это декоративные такие кольца. Вот они. Декоративные кольца. Ну, просто для украшений. То есть каким-то образом соединяется с чем-нибудь, и получается украшение. Я и в браслетах их использовала, и в сережках, и в подвесках. Вот эти можно с серебристами сережки придумать. Надо подумать. Вот золотистые, то же самое. Коннекторы. Коннекторы. Вот. Тоже можно для браслетов. То есть здесь резиночка, здесь резиночка. Будет браслетик. Про коннекторы, про браслеты я снимала видео. Ну, вот они вот, то же самое. Я снимала уже видео, как сделать браслеты. И там про коннекторы вот эти все я рассказывала. Это просто... Это они же. Ну, вот они разные. Вот сердечки. Такие. Я на все уж не буду доставать. Ну, хотя мы никуда не торопимся. Такие вот сердечки, мерзички. Вальчики. Это тоже просто вот сердечко для декора можно. Вот эти коннекторы уже, которые сушканы. Для браслетиков, либо для чокеров, для чего-то. Ну, вот с двух сторон веревочка подраздевается. Ну, какое-то крепление уж я имею в виду. Веревочка. Бантики. То же самое. Бантики. Ну, это покрупнее и золото. Тут как серебряные, только золотые. Тоже уж показывала. Это застежки. Ну, кто тоже... Если вы как бы не видели видео про фурнитуру, про браслеты, посмотрите. Ну, вот они вот так вот. Это не отсюда. И это не отсюда. Вот получается. Ну, вот делаете у вас свой браслетик или еще что-то. Чекер какой-то. И дальше вот так она таким образом, ну, застегивается. Вот таким образом декоративная застежка получается. Стой. Вот так. Получается декоративная застежка. Вот что-то вот оставляла я их маме, чтобы она использовала, она не использовала. Надо будет подумать, что с ними сделать. Красивые застежки. Что тут еще у меня? Ну, это тоже самое сердечки. Это браслет. Бест френд. И тоже надо сделать. Что-то у меня их всего пять штук. Надо, блин, уже сделать было. Что-нибудь из них на продажу поставить. Что-то мы их отложили. Вот такая штука. Почему она без пакетиков? Давайте сюда засуну. Что-то она без пакетиков. И вот эти тоже. 22 рубля коннектор. Ну, я говорю, я купала все подряд. И не шибко думала, сколько это будет стоить. 22 рубля. Латунь. Вот такая штука. Она вот так делается. И дальше, соответственно, тоже браслетик идет. Ну, или это можно на чокер. Либо это можно сделать как сережку. По сути, это можно сделать даже сережку. Вниз просто что-то еще подвесить. Будет, пожалуйста. Все зависит от вашей фантазии. Так, этот пакет мы сами посмотрели. Что у меня тут? Вот еще что-то. Пока у меня камера так стоит, покажу. Ой, надо убрать как раз. Будет в одно место. Тут мама все подряд была. Я прям так и забрала. Все подряд. Даже зажигалка. И вот иголочки. Я сразу уберу просто то, что мне не надо. Ну, это резинка для браслета. Эластичная, которая мне нравится. Это просто нейлоновая нить. Крученая. Не нейлоновая. Капроновая, наверное. Девять миллиметров очень... Нет, не миллиметров. Было миллиметров? Нет, не миллиметров. Блин, я забыла, как сказать. Она, короче, не миллиметр, а девять. А чего девять перед миллиметрами? Что? Я зависла, короче. Ну, вы поняли. Она чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть не дошла до миллиметров. Я забыла, что там до миллиметров находится. Она 0,9 миллиметра. Вот так давайте скажем. 0,9 миллиметра она. Я делала из них браслетики тоже. Цепочка. Это вот была стометровая катушка. Она заканчивается. Вот, которая мне очень... Я, кстати, купила себе, заказала вторую. Потому что на один вид... Ну, не то, что на один даже. На несколько видов... Как сказать? Подвесок именно с контурами. Я использую цепочку. И вот она мне нравится, что настолько времени вот у меня находится. Она не пожелтелась, ничего не случилось. Она не дешевая. Она стоит 2 тысячи. Но тут 100 метров. То есть в пересчете на сантиметр это очень дешевая уходит цепочка. Нормальная цена. Тут что? Здесь шапочки и все подряд. Шапочки для бусин. Вот, смотрите. Шапочки для бусин. Блин, надо было вообще на отдельное видео распаковку снимать. Ну, ладно, я начала это снимать в влоге. Тогда в названии напишу, что это распаковка тоже. Ну, чтобы... Такое. Вот. Шапочки. Я использовала их с белыми жемчугами. Ну, вот с искусственными. И получается такая красивая штука, когда бусина, на ней шапочка. Очень красиво. Бабочки. Что-то я купила эти бабочки. Но смотрите, когда покупаете, обращайте внимание, какое... Где отверстие находится? У нее отверстие по центру, видите? И оно очень маленькое. Рассверлит, что ли, их слушайте. И шнуры туда не лезут. Например, вот эта же нитка туда не полезла. Вот такая нитка еще как-то лезет. Но когда вы надеваете, она вот вертикально вот так встает. И получается вообще как-то, ну, не мило. Я не знаю. Я делала с треугольничком. То есть через треугольник ее цепляла. И сюда даже кольца не лезут. И ее, наверное, если только рассверлить. В общем, купила, но я не смогла ее использовать. Еще 1,80 рубля одна штучка стоит. Тоже на дешевое удовольствие за одну штучку. Ну, вот тоже шляпки. Шляпки бывают разные. И смотрите, вот это... Как это? Обжимные концовики? Как они правильно называются? Нет, они не так называются. Скрипы. Скрипы. Я забыла, как они называются. Если кто помнит, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот сюда можно просунуть ниточку свою, зажать. И там с узелком, дальше, допустим, узелок там или как-то. И вы зажимаете, в общем, ее прям ломаете. Ну, зажимаете. И у вас узелок никуда не денется. Я использовала с резинкой и с ниткой, чтобы вот концы браслета как-то закрепить, короче. Может быть, на словах я не очень хорошо объясняю. Но это штуки для того, чтобы закрепить узелок. И потом его можно спрятать еще в такую вот... Вот такая штучка есть. Супер, я объясняю. В общем, такая вот железная штучка. Амба так делает. И вот эту штуку, Крип, Крип, не помню, как называется. Там она спрячется, и у вас ничего не порвется. В общем, этот... По-моему, в каком-то виде я показывала про фурнитуру. Не помню, если честно. Такая штука. И у меня есть всякие-всякие баночки. Красота! С маленьким декором. Это для браслетов какие-то соединительные. Это как... Как они? Соединительные бусины, по-моему, так и называются. Разные-разные-разные. Вот они тут. Их как промежуточное звено в каком-нибудь браслетике это можно использовать. Это они подзаканчиваются. Вот это вот стекло. Такие тоже недешевые бусинки. Вот такие. У них они тоже как капелька. Я использовала их по одной штучке. Там, например, на ошейник или на браслет. И вот они стоят, потому что 8 рублей 7,60. То есть много их не поделаешь. Если из них делать сережку, будет... Ну, приличная цена будут сережки. В общем, вот такие они красивые. Вот два цвета. Это хамелеон и стекляшка. Ну, вот все, что, кстати, стекло, все гораздо дороже. Соответственно, будет уже стоить. И вот, ну, всякие соединительные. Их уже стало поменьше. Мы их использовали. Они были... Они, конечно, не так продаются. Это продается все в пакетике. Я отдельно купила вот эти баночки. И отдельно пересыпала. Тут вот мама вообще кольца соединительные засунула зачем-то. И тут кольца... А, ну, я, наверное, так было удобнее. Так, ладно, я их уберу. Застежки тут же. Так, это убрать. Это тоже убрать. Это она просто использовала баночки. Вот такие вот штучки соединители. Звездочки. Это тоже звездочки. Ну, мама моя постаралась. Так, это надо будет в отдельное место убрать. Это не из этой оферы. И у меня есть вторая. Какая коробочка? Да, кольца, я вижу, мы убрала. Убираем. А, вот эти штуки. Которые. А, я не знаю, как они называют. Я забыла, как они называют. Забыла. Вот это, наверное, концевик обжимной он называется. И получается, вот вы внутрь ниточку какую-то с узелком делаете. Возможно, вот с этим кримпом, не кримпом. Ну, с этой палочкой. Потом вы вот нажимаете, закрываете. И вот сюда уже кольцо. И у вас полностью узелок прячется вот в такую вот штучку. Надеюсь, вы поняли. По-моему, вот на каком-то видео про фурнитуру я про это рассказывала. Тоже вот соединительные всякие-всякие бусины, бусины. Ну, в основном я их для браслета убрала. Но можно использовать и в чокерах, где угодно. Тут коннекторы зачем-то лежат. Ну, ладно. Тоже бусины, бусины, бусины. Очень много у меня бусин. Вот этих. Надо будет думать, что из них мне сделать. Что-то с них делать. А, ну вот это тоже обжимные. Но она из пакетиков их, надо их убрать. Из пакетиков пересыпала, похоже. Чтобы не потерять кругляшки и вот цикляшечки. Тоже маленькие-маленькие. Может быть, я сделаю из них серёжечки. Надо будет мне подумать. Потому что я сейчас, когда основную партию отправлю, я буду думать над тем, как использовать остатки фурнитуры. Потому что продавать их за совсем копейки мне не хочется. Ну, смотрите, каждая там какая-то деталька стоит 50 копеек. Вот там рубль, да, она стоит. Ну, это же... А и того-то тут немало. У меня контейнер поломался. И того-то тут немало. И просто продавать за копейки я не хочу. Такую фурнитуру. Хотя сейчас фурнитуру я продала. Так, эти баночки я пока уберу в пакете. Потом их разберу. Он на другое место будет убрать. Так, сейчас я посмотрю. Идём на пакет. Пока что, уберу пакеты. Дальше уже я разберу это. Тут у меня что? Упаковка, наверное. А нет, тут что-то ещё есть. Точно надо было отдельное видео снимать? Упаковку пакета. Что тут? Давайте посмотрим. Я даже не знаю, что у неё осталось. А, ну тут остатки-остатки. Ну вот, жемчик, я же говорю, у меня разного цвета он был. Тут ошейники почему-то остались. Наверное, ей чего-то не хватило. Надо посмотреть. Подвески, потому что остались. Вот я сама заливала подвески. Подвески остались. Но чего-то ей не хватило. В общем, такие вот подвесочки с натуральными цветами я заливала. Но они не доделаны. А то какой-то красивый. Тут тоже. Это вот остатки ошейников не хватило. Ух, какие зелёные, зумрудные, красивые. Опять-таки вот. Ну, это же бутаки разноцветные просто вот. Если что, имейте в виду, что на Алиэкспресс можно купить вот такие все разноцветные бусины. Я взяла, по-моему, просто все цвета. Розовые. И брала их прям много. По 500 грамм, что ли они такие. Прям много-много. Большие прям, большие пакеты. Вот резинка ещё новая осталась. Сразу резинку уберу. А, ещё вот такую резинку купила. Смотрите. Ну, она прям... Как вам объяснить-то? Текстильная прям вот такая она резинка. Блин, даже не знаю, как сказать. Резинка-резинка. Но она крупная. Вот прям крупная резинка. По сравнению с вот этой. Ну, вот эта тонкая резинка. Она вот такая тянется, да? А это вот прям текстильная такая резинка. Она в обмотке такой. Не знаю, как это правильно назвать это слово. Но вот эта резинка лезет мало в количество бусин. То есть она толстая. Вот я к чему. Когда резинки покупаете, смотрите, чтобы в бусины у вас потом это всё, ну, пролезло. Мусор. Так, ну, в общем, вы поняли, что можно купить и такие всякие разноцветные, очень красивые бусинки. И вот из атласной ленты я покупала тоже для шейников, можно для браслетов использовать. Вот осталось, видимо, да? Вот такая классная лента. Пролазит тоже просто в магазине. Обычная лента классная. Что тут? А, тут. Ну, там целый пакет у таких шнурок. Не буду поднимать. Просто был пакет шнурок. Вот тут у меня швензы для серёжек. Я очень много их закупила, потому что у меня и молды есть под серёжки определённого вида. Я буду делать их, наверное, оптом. Там буквально несколько моделей. Но я купила сразу много и вот заглушки. То есть покупается вот таким пакетом. Серёжка и заглушка. Это продаётся всё отдельно. Вместе в наборе... Ну, я не покупаю, это дорого. В общем, вот они. Такие. У меня целая коробка вот этих швенц. Зато они всегда теперь у меня есть. Я ушла от нержавейки. Я остановилась на простых швенцах. У меня они не желтеют. Возможно, если их носить долго и мыться с ними, и спать с ними, и жирными руками трогать, и шампунем их мыть, наверное, они пожелтянут, потому что это всё-таки бижутерный сплав. Но у меня, как вот в шкафу лежат украшения, они не пожелтели. И колечки. Я купила одного размера много, потому что тоже путаница, когда... Я изначально купила для всех колец по несколько штук, и я посмотрела, какие мне больше всего нужны. Например, для серёжек мне нужны вот такие. Смотрите, это размер 0,8 на 6 миллиметров. 200 штук вот я покупаю. Кому надо ссылку тоже спросить, я вам напишу. Я решила, что для серёжек куплю только их. И я их купила, вот тут их много, много пакетов. Потому что, когда делаете одинаковые украшения, как я, вам нужны и фурнитура одинаковая. И поэтому вот, помимо них, у меня есть куча других колец соединительных. Я вот в чём. Вот такое богатство. Очень много. Их продавать я не собираюсь, я их специально купила. Чтобы у меня всегда очень были. Как только у меня выйдет идея сделать какие-то серёжки, у меня всегда будут швензы. Одинакового размера. Так. Что? А, давайте я вот это тоже уберу. Пока что убираю обратно на пол. Всё-таки, что разбирать сейчас долго. Так, всё-таки у меня пакет с упаковкой. Ну, упаковку я показывала 100 раз. И из такого последнего, что рукодельного, хотела показать. Я на мусорке нашла вот такой шикарный букет цветов. Я показывала в этом ВКонтакте. Кстати, кто не подписан на личную страницу ВКонтакте, пожалуйста, подпишитесь. Вот такая вот букет. Я его до конца не буду вытаскивать. Он сыпется. Он прям сухой. Он сыпется. Он огромный. Видите, он в большом пакете Яндекса. Я его ведь подрежу. Этот веточек. И это будет очень много у меня подвесок. Это будет прям очень много подвесок. Потому что тут 3-4 цвета. Я посмотрю. Я, наверное, их буду комбинировать. Там, например, голубой. А с чем у вас? Зеленый. Ну, посмотрю. Нет, по отдельности, значит, там голубой, зеленый. Вот. Красный. Просто они прям сыпятся, сыпятся. Я вот видите, там все осыпалось. Сейчас я вот так попробую. Попробую как-нибудь вам вот так показать. Ну, видите, да? Он вот. А в камеру не помещается. И представляете, я зашла его на мусорке. Я в шоке. Сейчас, подождите. Я уберу. А то сейчас все будет в цветах. А они денег стоят. Ну, точнее, они бесплатные. Но вообще цветы денег стоят. Я обычно их покупаю. И это очень дорого. Кто знает, это прям дорого. А тут мы, короче, с ребенком пошли гулять. Блин, так. Не знаю, видно меня или нет. Ладно, так вот рассказывать. Пошли мы с ребенком гулять. И вот за одного из подъездов я увидела. Я его сразу в коляску и деру оттуда. Пока никто не передумал его выбрасывать. Я вот такое забрала. А так, ну, я уже тоже несколько раз показывала. Вот у меня цветы. Я, кстати, пересыпала. Говорила. Вот, смотрите. Размешала. Это домашние мои фиолетовые цветы. Я сама, ну, мама, в смысле, сажала. Я сушила. Желтые, фиолетовые. Ну, и тут разные-разные-разные. И этот, встать. Вот, кстати, встать. Я покупала. Тоже букетом за 200 рублей. Огромный букет. То есть, смотрите, иногда на Авито люди продают. Огромный. Я купила огромный букет стадицы. И, допустим, вот такой тоже продают. Буквально за 200 рублей продают. Если вы будете... А вот мне муж дарит. Ой, вот он мне дарил. Он мне специально подарил вот такие цветы, чтобы я их могла засушить. И получается, вот смотрите, на Авито бывает продают в вашем же городе вот такие букеты буквально за 100 рублей, за 200 рублей. Если это переводить на магазины и сухоцветы, но это, конечно, космос. Так, все. Сейчас я меняю обратно ракурс камеры и подумаю, что я хочу вам еще показать. По отгрузке еще хотела показать. Я, получается, вот вчера, я почему-то, говорю, не сняла, отправила три вот таких коробки такого размера. Блин, опять я забываю какой-то там размер. 30 на 30, что ли он тут. Ну-ка. Где-где-где-где камера? Получается, 38 на 20. Ну, 40 на 30 на 20. Тут какие-то странные размеры. Примерно 40 на 30 на 20 это размер коробки. Я три вот такие отправила на Юг, на Урал и на Дон. Да? Получается, в Новороссийск, в Екатеринбург и в Воронеж 2 я отправила. А вот эту, это у меня коробка в Москву, а вот эту коробку я хочу отправить в Сибирь, в Екатеринбург. Правильно я говорю? Да, в Екатеринбург, короче, хочу ее отправить. Но почему я вот такую большую сделала? Потому что, да, доставка у меня идет 14 дней. И там, ну, подороже цена за коробку. Я решила вот такую маленькую коробочку не отправлять, отправить сразу вот такую большую, прям большая коробка. Но у меня вчера не хватило на нее товара. В общем, вот смотрите, вот у меня что-то, мошенник. Вот, у меня не хватило на нее товара. И я поэтому вчера отвезла три коробки, решила, что у меня готовые были. А эти я буду наполнять. С чем, вот я вчера начала, вот тут еще подготовила. Но почему-то вчера, кстати, перестала работать Озон. Я не знаю, что случилось. Приложение перестало работать, и у меня вот на столе осталось. Я что хочу сделать? У меня вот в шкафу осталось немного продукции. Ну, реально, вот это уже немного. Немного, но ее надо делать. Сейчас, май. Сейчас я немножечко... Подождите. Палку немножко сложила. Вот у меня, видите, штучное что-то, по несколько штучек. Либо недоделанное. Вот эти сережки нужно собирать. Они не собранные, например. Здесь что? Вот тоже нету фурнитуру у подвески. Видите? Она ведь в фурнитуре. Потому что я вот так раньше все хранила. Подвеска, кстати, целая, можно отправить. Вот сережки целые можно отправить. Я их больше уже не продаю, мне одна штучка. Вот подвески. Но они, по-моему, требуют... Нет. Да, требуют доработки. Это дозаливки требуют. То есть у меня вот осталась продукция, которая требует доработки. Тут тоже дозаливка нужна. Что тут еще? Здесь цепочку нужно просто подсоединить. Ну, короче, вот такие, видите, разные вещи остались. Вот это натуральные цветы тоже с бабочками. По-моему, просто цепочку надо. То есть мне нужно разобрать. Вон там еще, вон там. Разобрать надо. Тоже. Здесь вот тоже сегодня готовое. Вот тоже, смотрите, порошейник. Он не подцеплен. Он не подцеплен, он не сделан. Это номер. И вот в таком виде у меня осталось. Это браслеты. Вот как раз говорю, что там мама делала. Ой. Вронила. В общем, вот браслеты всякие. У них карточек нет. И они штучные. Потому что вот нам надо было использовать бусины. Они штучные, у них нет карточек. Это мне еще карточки нужно заводить. И вот в таком виде вот у меня осталось все. То, что было быстро, массово, за эти три месяца. Ну, как быстро. Ну, вот более-менее. Мы за три месяца уже отправились с мамой. Она мне помогала. И вот уже это практически пустой шкаф. Все. Тут уже практически ничего нет. Это знаки зодиака. Их тоже нужно дозаливать. У них обратная сторона не закончена. Тут тоже вот что-то вообще не собрано. Ну, в таком виде. А вот есть готовое что-то. Кстати, вот декоративная застежка. Декоративная застежка, например. Что тут еще? Не собрано, не собрано. Все нужно собирать для того, чтобы отправить. И я еще все думаю, что сделать с этими. А, ну здесь фотографий нет. Сейчас еще надо провести. У меня же есть, говорила, вот эти... Ой, уронила. Вот такие брелочки я делала. Ну, так как я грызунки решила не продавать. Все-таки детские товары. Я сделала их как брелочки. Но что-то они так слабо у меня продаются. Вообще ужасно слабо. Вот они вот такие. Сердечки. Я решила их переделать. Я хочу сделать просто. Без дополнительного какого-то декора. Сделать чисто. Шапки всякие. В чистом виде хочу сделать брелочки. Просто сердечко на колечке. Там, не знаю. Зайка на коречке. Вот у меня Микки Маусы просто купили. Единственное, что у меня почти закончилось. Это Микки Маусы. Кошечки всякие. Вот такие штуки. И я их на Авито пытаюсь продать. Эти фигурки. И они у меня стоят еще при этом, блин. Гораздо ниже себестоимости. Их никто не покупает. Хотя они ниже себестоимости. Я, в общем, хочу переделать. Будет просто фигурка и кольцо. И выставить буквально там тоже за себестоимость для того, чтобы их продать. Потому что у меня вот их целая коробка. Что у меня тут еще есть? Ну, у меня с Нового года остались эти звездочки. С того Нового года остались лапки. Ну, лапки тоже. Я их как новогоднюю игрушку продавала. Я их делала из них. Блин. Открывайся. Сейчас. У меня телефон в руках просто. Телефон в руках, поэтому одной рукой делаю. В общем, вот смотрите. Это брелочки я сделала. Но их нужно доделать. И вот с деревяшками хочу сделать так же. Просто деревяшку на брелке. Без никаких каких-то, ну, бусин. Потому что пусть он стоит денег и долго. Еще такой момент, что это долго. И у меня остались с Нового года драконы. Я их сейчас продаю как брошки. Но брошка, она же все-таки всегодичная. Видите, какая красота. Ну, красивая же. Они просто не сделаны. Нужно сделать туда фурнитуру, и будет это брошка. Мне безумно нравятся вот эти моды кристаллические. Я бы все скупила, если бы не цена. Вот такие у меня остались драконы. Я их на Новый год продавала как новогодние игрушки. А сейчас это брошки у меня. Но я их и тогда как брошки продавала. И вот еще есть белые. Покажу. Сейчас. Сейчас на стол положу, а то этот... Телефон у меня в руках. Поэтому очень удобно. Вот они. Белые получаются. Такие красивые. Серебристые. И золотистые. Вот. Ну, говорю же, я с новогодними игрушками прогадала. Я начала их делать поздно. Где-то в октябре, то ли в ноябре. И делала буквально, знаете, по одной штучке. Я боялась, что их никто не купит. В итоге, под конец, я там начала их уже делать побольше. Ну, когда заказы пошли. И они у меня остались. Вот в этом году я, наверное, с августа, с сентября начну уже делать новогодние игрушки. Если я решу их делать, я начну их делать очень летом. Потому что вот такая ситуация произошла. Я сначала боялась, боялась их делать. Потом я судорожно не успевала их делать. Ой, смолой заливала, чтобы склее было. А потом у меня вот это все осталось, понимаете? Неправильно. Я время распределила. Если кому-то нужна брошка, вот, пожалуйста. А, их нет в продаже. И меня сейчас вы боитесь, а нет. Я их в общем сделаю. Ну, как эти. Основы. Прикреплю брошки. Я отправлю на склад. Ой. И вот надо мне чем-то эту коробку заполнить. А еще у меня есть, раз уж я начала сегодня вам так много показывать про, ну, готовую продукцию. В общем, такая коробка. Еще. Так. Платочек тут что-то делает. Это кабошеные, но они залитые. Блин. Сейчас я попытаюсь поставить этот стив. Подождите. Неудобно одной рукой все-таки показывать. Сейчас. Давайте я сделаю. А, вот так надо. Я в ту сторону штатив поставил. Стой. Сейчас я его установлю. Стой, стой, стой. Не хочет стоять штатив. Что такое? Блин, у меня такой тяжелый телефон. Это вот проблема всех штативов. У меня очень тяжелый телефон. И из-за батареи. У меня большая батарея. И меня вечно перевешивает этот... Сейчас я смолую подопру. О, смола пригодилась. Давайте тогда. Вот так. В таком ракурсе уж покажу. Мне так удобнее просто. У меня хотя бы руки свободны. У меня есть кабошоны. Которые заготовки. В которых нужно просто сделать отверстие. И это станет подвеской. Ну, смотрите, какие красивые. Да? И я хочу еще, кстати, вот таких. Вот я буду на таком кабошоне Патриарт пробовать. Кстати. В общем, вот такие штуки. Они у меня разные-разные. Здесь, по-моему, нет образца. Да, это я продала. Вот тут есть образец. Покажу. С цепочечкой. Цепочечка. Вот. Примерно вот такого они образца. Разные шляпки у них. И нержавеющая подвеска. Цепочка. Но у меня цепочек этих немного осталось. Я их использую. Вот они такие. Я их ничем дополнительно не покрывала. Они, ну, как бы, так хорошенькие у меня получились. И глубокие. Да, ну, я заливала в три раза. В три этапа заливала. Поэтому такой глубокий, ну, как бы, рисунок получается. И вот сейчас они мне не продаются. Потому что они лежат в шкафу. Надо вот мне собраться с мыслями. Доделать эти все отверстия. И вот это статица. Это статица. Вот я ее вам показала. Вот это желтенький. Тоже вот здесь вот есть уже. Ну, я сразу, видите, не делаю. Я их не делала сразу с крепления. Потому что я их как подвеску высылала и как броску. В зависимости от того, что у меня заказывали, я крепила отверстие. Но сейчас же я на вклад отправляю. Поэтому я вот, ну, что-то одно сделаю. И смотрите, как вариант, это просто лепестки. Это же не цельный цветок, это лепестки. И тоже красиво, да? С лепестками. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях. Нравится ли вам с лепестками или там с цельными украшениями? Больше. И вот, смотрите, тоже. Из этой же серии тогда я заливала. Даже ни одну не продала, смотрите. Потому что вот образец, он у меня есть. Я же по одному образцу делаю всегда для фотографий. И вот, смотрите, вот такое у меня крепление. Вот так. Вообще ни одну не продала. Ну, какая красивая. И там еще, блин, вам, наверное, не видно? Я даже сейчас сама увидела. Там не просто черный. А вот вам видно. Там, короче, не просто черный. А там пигмент у меня перламутровый. И оно в жизни как вот не черное небо. Как это сказать? Переливается черным, в общем, каким-то. Очень, очень, очень. Обрат, странно, красиво. Очень, очень, очень мне нравится. И вот такое укрепление я сделала. Надо вот займусь я. Наверное, сегодня Петри закончу. Если успею, я буду их отправлять. Вот для этого я эти коробки-то и придержала. В Сибирь и в Москву. Я хочу вот это туда отправить. И вот я ранее уже показывала эксперимент с Петри, который я вот хочу сегодня как бы повторить. По-другому сделать. Вот это, например, клипсы. Ну, эти сережки. Вот это Петри. Петриарт, техника. Мне вот прям нравится. Я хочу побольше их сделать. Они разные-разные тут есть. И вот белый у меня Петри есть. Ну, серый. Серый Петри. Тоже красивый. Я, ну, вот показывала. То есть несколько штук-то у меня покупали. Сколько там? Вот белый. Это у меня что? Это у меня с этим на основе. Ну, надо прикрепить на основу. Вот основа. Туда нужно прикрепить украшение вот это. Ну, смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво. Вот эти грибочки. И вот это все надо делать. Вроде нетрудно, но не доделано. Тут тоже вот натуральные цветы. А, вот это тоже, кстати, лепестки. Просто не цветы, а лепестки. Мне нравится просто с лепестками. Это клипсы. Вот так. Так получается. Это роза. Красиво же. Что тут еще у меня такого? Это тоже, типа, то, что сейчас показала. Тоже цветы. Тоже подвесочка. Будущая. Мне нравятся кабошоны тем, что они не требуют доза оливки на лицевой стороне. Они объемные, красивые. Вот это тоже подвесочки. Всякие разные. Вот креста. Это брошечка. Будущая брошечка. Вот с ягодами я так еще пока что ничего не сделала. Я хотела сережки сделать. Пока не сделала. Тоже у меня ягодки лежат. Ну, все, по-моему, здесь. А, ну, это уже я показываю. Это сережки. Я, кстати, как набор выставила. Вот я вот это выставила как набор. И ни разу не купили. Но пока что они не в продаже. То есть все, что лежит у меня сейчас здесь, это не в продаже. Это нейтральные цветы. Потому что я их, соответственно, в продаже пока сняла. Они дома лежат. О, коббит завалялся. Хотя я такой уже на склад отправила. Он тут лежит. Можно было два отправить. А, вот тут просто на шнуре я решила сделать. Немножечко другой. На шнурке. Сам шнур сама сделала. Подкрепление сама сделала. Но у меня вся фурнитура есть. Потому что это нейлоновый шнур простой. И вот такая вот подвесочка. На шнурке. Я думаю, даже будущее своей изделия я буду делать на шнурке. Часть на цепочке, часть на шнурке. На шнурке выгоднее. И чем хороший шнур, можно сделать. Вот я по средней подвеске сделала 90 сантиметров шнур. Чтобы люди сами могли отрегулировать, какая им нужна длина. Потому что я делаю 45. Мне нравится, когда 45 сантиметров. Но люди начали писать, что короткий шнур. Им надо, видимо, чтобы на груди висело. А я делаю под шею. И вот по своему образу сделала. Оказывается, не подходит. Я сейчас делаю 90 сантиметров вот такой шнур. Завязываю узлом. Чтобы просто люди могли сами откорректировать, какую длину они хотят. Так, основные распаковки и такие вещи я вам показала. Пока что я еще не совсем устала. Надо все-таки начать мне снимать этот эксперимент свой. Потому что когда разговариваешь, сон устаешь. Я сейчас попробую все-таки фону поставить телефон. Я не буду комментировать, потому что я видео буду снимать. Но я, возможно, на ускоренном вам покажу, как я снимала. Если у меня ракурс позволит, как-нибудь я вам покажу. Но видео выйдет попозже. Потом увидите на канале, будет эксперимент. Что еще? Сегодня, наверное, больше я ничего вам не хотела рассказать. Если захочу, я еще дополнительно подключусь. Если не захотела, значит, у меня сейчас дальше пойдет склейка про дачу. И про, как его ускорить, если я не говорю, жизнь есть. Потому что такая ситуация. Хотела уже... Ну, я подготавливаю молды для того, чтобы видео снять про эксперимента свой. Про Патриарх. И смотрите, мне пришел молд. И там есть небольшой дефект. Ну, там чуть-чуть... Проверяйте сразу свои молды. Потому что сейчас камера вам это не передаст. Там внутри чуть-чуть как будто прилипла уже смола. То есть, как будто им пользовались, и смола прилипла. И он немножко черный. Такое ощущение, что реально им пользовались. Не знаю, непонятно. Прорвала я это на Валберес. Почему вообще хотела вам показать. Смотрите, я уже в Телеграм скинула. Не заклейте. Вот он был не так упакован. Да, если я его развернула. То есть, он был упакован не так. Вот он был вот так упакован. И они зип-пакет так сложили. Он же большой. И, соответственно, заклеили вот так штрих-код. Что произошло для тех, кто продает на Озоне или где-то. Я его открыла, штрих-код порвала. И вот сейчас я оформляю возврат. А, допустим, если это Озон. И я сразу решила вернуть. Это же не важно, какой товар, да? Сам факт, что я открыла пакет и решила его вернуть. Сейчас я создала заявку на возврат. Потому что у меня срок уже прошел. Я создала заявку на возврат как брак. И, ну, не знаю, примут у меня ее или не примут. Но если бы я день в день это сделала, допустим, все. И на склад вернулся бы вот этот товар как уже порванный. Если представить, что это не брак, а просто он мне не понравился. Ну, просто он мне не понравился. Он уже на склад поедет вот с такой этикеткой. Понимаете? Да, есть вот у Валберс есть своя этикетка. Все нормально. Но этикетка продавца, она порвалась. Я к тому, что не заклеивайте вот так свои пакеты. Своими штрих-кодами. Если что, я тут. Вот. Вот такая ситуация. А так вот я... Мне повезло, что у меня... Мне же нужно три одинаковых мода. И может четыре. Я хотела вот на новых. У меня получается вот три новых купила. И они сразу уже, блин, пыльные. Вот ты достаешь из пакета, они уже пыльные. Любые молды, когда покупаете, обязательно проходите малярным скотчем. Купите себе рулон малярного скотча и проходите. Чистите перед использованием. Перед каждым. Даже если вы в пакете их храните, чистите. И вот я вот сейчас свой... Достала свой грязненький. Он у меня был после другого эксперимента. Видео тоже еще не вышло на канале. Я делала... Или вышло. В общем, я делала эксперимент с открытым декором. Не знаю, вышло не вышло, не помню. И вот пришлось почистить мне экстренно молд. Для того, чтобы сейчас сделать видео. Потому что один молд мне пришел бракованный. Надо все-таки проверять. Прям вот берете, когда молды. Ну вот внутренности проверяете. То есть там прям вот на крае каемочка была повреждена. А не бывает, что вот эти вот какие-то окантовки порваны. Если вы сразу оно не заметите, у вас на изделие будет дырка. Ну, сами понимаете, что это выкидывать потом. В общем, вот. Было у меня такое включение. Потому что я хотела рассказать именно про упаковку. Вот так упаковывать на маркетингсе мне нужно. Все. Дальше буду снимать видео. Наконец-таки покрасить волосы. А то что-то, смотрите, вообще уже все у меня отросло. Хорошо, что я сама в ванной. Я не люблю салон красоты. Одно время ходила, потом перестала. В общем, пока не хожу. Не хочу. Так вот. Как рассказать, что о том, что ты толстая, не говоря этого. Смотрите, у меня рука не лезет в перчатку. Смотрите, она не лезет. Я дали, ну вообще. Как? Это что? Гриньер. Это фирма. В общем, моя рука не пролазит в перчатку. А не мне на этот, как это, производитель краски намекает, чтобы ей пора похудеть. Но нет, у меня есть другие перчатки. Ой, сынуля пришел. Сынуля смотрит на монопад, на мою подставку. Сейчас пойдет, наверное, ее отнимать. Если видео резко закончится, значит, у меня отобрали штатив. Тим. Сынечка, не надо трогать. Буду краситься вот в такой. Ну, конечно, у меня такой не получится. Ну, хотелось бы. Тим, аккуратно. Тащил крем в руку. Вот такая у меня страшненькая ванная. Ну, так говорят, как бы, ну, и не наша квартира. И нет возможности пока что сделать какой-то шикарный, хороший ремонт. Поэтому, поэтому и так. Наконец-то я делаю эти перчатки. Обычные хозяйственные перчатки. Для смолы я их покупаю. Ну, думаю, кто раньше красил женщины, знает, что это такое, да. Покупайте в магазине краску и краситесь. Сейчас я на ускоренную перчатку покажу. Очень надеюсь, что будет какой-то интересный вариант. У меня вообще была идея подразиться в какой-то прям яркий кислотный цвет. Потому что у меня всегда такая идея. А несколько раз в год я становлюсь какой-нибудь ярко-непонятного цвета. Могу стать блондинкой, могу стать рыжей, могу стать красной. У меня цвет волос меняется вообще в конструкции. У меня нет постоянного цвета волос. И даже когда-то была... Ой, батарейка садится. Садится батарейка. Понятно. Вообще, скорее всего, сейчас отключится батарейка. Но вы поняли. Я буду краситься. Кстати, так удобно даже с камерой. Я теперь вижу себя в зеркало. Ну, заднюю часть. Обычно я мужа прошу меня подкрасить. Красотка, да? Мне, кстати, неплохо вот с такими культяками, культушками. Как это правильно сказать? Я не знаю. Я раньше делала, когда волосы подлиннейшие были. И она вот эта штука, культя была пообъемнее. И мне, в принципе, неплохо, да? В общем, вот такая красотка. А попозже я уже покажу вам результат. Вот такие дела. Сегодня что у нас? Вот мы приехали на дачу за мамой. Сейчас ее будем забирать. Поедем в город. Вот у меня мама опрыскивает деревья. Помощник пришел. Надо сейчас его вовремя увезти. Бежит и все. Я хотела что-нибудь для вас снять. Но приходится бегать за ребенком. Тим, стой. Дай руку маме. Руку маме дай. Глабуле, нельзя близко. Нельзя. Пойдем. Идем, идем, идем. Все, бабуля там делает. А, я поняла. Он отвлекся на селфи-палку. Он отвлекся на селфи-палку, и поэтому спокойно за мной пошел. Сейчас бабуля добрызгает, и мы поедем домой. Я сегодня хотела эфир провести. Ай, на нас летит. Пошли отсюда. В общем, если эфир провела, значит, все хорошо. Вода не наливается, да? Почему же не льется вода? Действительно. Мне говорят, дети ничего не понимают. Нашел кран уже. Покажу сейчас бабулин дом. Ну, это вот уже предбанник. Два входа в дом. Здесь у нас баня. Ну, сами строили. А, тут полы поднятые. Это, ну, на зиму поднимали. Нужно их обратно положить. Там вот печка, полок. Ну, тут еще ни разу не мылись. Второй раз только приехали. Потом нормально еще раз покажу. Но у меня баня меньше. Ай, да, заходим. Да, да, заходим, Саша. Обувь только надо снять. Ладно, мама сними тупо. Тапочки. Дай маме тапочки, Тим. Ну, положи, пожалуйста, я одену. Давай. В общем, вот первый этаж у мамы. Ну, вот комната. Я не знаю, сколько квадратов. Но она, ну, не маленькая. Да. Ты ходишь на второй этаж? Там второй этаж. Сейчас мы с сыном залезем. Пока что он лезет. Покажу. Получается, две кровати. Стол. Деревянные потолки. Ну, там еще одна комната. Там пристроили веранду, как комната. И вход там. Это мы сейчас через баню зашли. Торшер. Этому торшеру больше, чем мне лет, наверное. Это желтый. Так, ну, вот второй этаж. Сыном не спустился обратно на первый. Две кровати. Диванчик. Ну, тут еще покрывало не постелены. Телевизор. Нужно еще все постелить. Ну, все, до конца не убрались. Территория. Пик. И второе окошко. На дорогу, на соседе уже выглядывает. Такие вот участки. Кот. Кстати, моя кровать. Раньше я на ней спала. Потом отправили на дачу. Кекс. Идем вниз. Что тебе, мужичка? Иди, возьми. Так вот, ну, первый этаж. Вышло солнце и тоже начало камеры бликовать. Я только радовалась, что пасмурно, потому что солнечную погоду достаточно тяжело снимать. На прошлых видео я просто не понимала, что я вам показываю. Ну, плохо видно было мне самой. Вторая комната. Это пристрой уже новый. Ну, как? Веранда, не веранда. Ну, конечно, комната. Еще одна комната. И теперь вход у нас здесь. Дом у мамы. А там вход, где мы зашли с вами, это вход в баню. Ну, такой большой дом. Большой. По сравнению с моим, так... То, что два этажа еще. В общем, вот, показала. В прошлом году я именно полагала, что с двухлетним ребенком будет проще на даче. Что он будет как-то играться и не сильно мешать. Ну, конечно. Просто наводит в твои порядки. Я не слушаю цели. Только что пытался руками какого-то жука схватить. Все эти бутылочки собирает. Бутылочки на вот этих, ну, на колышках. Это для того, чтобы кроты, там, мышки не этот... Норки свои не делали. Вот он собирает. Все бутылки по огороду из висы этот их сносит, убирает. Не знаю, зачем. Мы до сих пор ждем, пока бабуля соберет, чтобы обратно в город поехать. Вот. В общем, мамин помощник, да. Я думала, естественно, он как-то поспокойнее уже будет в два годика играть. Попой нам только снился. Мне в прошлом году так нравился вот этот домик. Попытаюсь повыше. Ну, думаю, за забором все равно не очень видно. Он был такого черного цвета. Он, ну, относительно прям новый. Ну, вот смотрите, прошел год, и он уже облазит. Это я к тому, что вот, да, покрашенные деревянные дома очень хорошо смотрятся. Но вот рядом, допустим, просто обшит сайдингом дом. И он, ну, на долгие года. И вот у меня, у мамы, я уже показывала. У нас дом обшит сайдингом. Но при этом он просто кирпичный. Его обшили буквально пару лет назад. Ну, смотрится как бы, ну, более долговечно, нежели просто краска. Хотя в натуральное дерево очень красиво смотрится вообще такой. И вот елки у них. Ну, такой участок. У них двое детей, постоянно крик, ор, тоже. Но за забором больно не видно. Это прям прямые соседи мамины. Вот такой получился у меня влог. Как-то все сумбурно, все подряд. О чем-то поговорили, о чем-то не поговорили. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам такой формат. Условно прямого эфира, только без вас. Мне к тому, что это неспланированное видео. Тут не было никакого сценария, монтажа и так далее. Это просто видео. Любые, пожалуйста, вопросы, комментарии, пожелания, что-нибудь напишите. Если будет видео набирать просмотры и обратную реакцию, я буду подобные видео какие-то снимать. Если не будет, ну, зачем, да? Понятно. Моя позиция, я думаю, понятно, что это же все-таки время для меня. Время для меня. Если никому не интересно, зачем снимать? Ну, надеюсь, что было интересно. В общем, все. Спасибо, что досмотрели. Если досмотрели, спасибо. Если не подписаны, пожалуйста, подпишитесь. Если лайк не поставили, пожалуйста, лайки, лайки, лайки. В Телеграм приходите, ВКонтакте приходите. А, кстати, я же заказала интернет для дачи. Ну, в следующем видео расскажу. Я заказала интернет для дачи, и если он будет работать, будет вообще супер, и тогда я не пропаду на лето. Ну, посмотрим. Очень все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok